Младшие классы спешат в столовую. Творожную запеканку с клубничным соусом уплетают с удовольствием. Горячее питание уже второй год подряд начальные классы получают бесплатно. Порядка 38 тысяч детей в сегодняшний день у нас получают горячее питание. Перебоя с финансированием не будет, то есть 370 миллионов определено на финансовый год. Под гастрономическую опеку барнаульских школьников взял комбинат школьного питания «Глопус». За ним 84 школы. Сбалансированное меню разрабатывают сразу на 12 дней. Ни одно блюдо не повторяется. Меню составляем для питания и старших школьников, и младших школьников. Даем красную рыбу-горбушу, даем творог обязательно, даем яйцо, даем курицу в различном виде и натуральную, как корочка запеченные или отварные. Филе куриное идет у нас детском. У нас идут овощи, крупенные изделия. Пища отварная, запеченная, тушеная. О пользе такого питания специалисты комбината рассказывают детям на специальных факультативах. О недовольных родителей приглашают попробовать еду. Перепробовала практически все. Это вкусно, это действительно полезно. Возможно, это не фастфуд, не картошка фри, но этого в школе и не нужно. Качество контролирует и общественность, Роспотребнадзор и Совет женщин при главе города Барнаула. В ходе проверок грубых нарушений они не обнаружили. Депутаты тоже оценили качество питания в 31-й школе. Сегодня горячие комплексные обеды получают в школе более 700 учащихся. Из них 500 детей, которые учатся в начальной школе. Считаю, такие выездные совещания очень важны. И мы в дальнейшем будем продолжать такую контрольную работу в других школах города Барнаула. Кстати, в этом году на сайте Барнаульских школ каждый может ознакомиться с меню. Особенно полезна эта опция для переживающих родителей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...